Иероним Боцх – одна из самых загадочных фигур эпохи Возрождения. Факты о нем неоднократно переписывали, а его могила оказалась пустой. Разобравшись в вопросе, возможно, мы узнаем, куда отправилась погулять его тело. При том, что Иероним Боцх состоял в религиозном братстве, его картины нельзя назвать каноническими. Более того, удивительно, почему церковь не преследовала Боцха за его творчество. Инфернальные сюжеты довольно откровенного содержания, которые он изображал, должны были привлечь к себе внимание, однако Иероним был неприкосновенен. Как бы ни было странно, Боцх имел карт-бланш на самовыражение в эпоху жесточайшей цензуры. Ерун Антонисон Ван Акен, Нидерланды, более известный как Иероним Боцх в годы жизни 1450-1516, если официально, потомственный художник, один из крупнейших мастеров периода Северного Возрождения, ортодоксальный католик. Важно, что он был посвящен в члены братства Богоматери, для которого он написал несколько алтарей в соборе святого Иоанна в Хертогенбосе. О Босхе известно крайне мало, что неудивительно, учитывая загадочность его работ. Известно, что он взял в качестве псевдонима название голландского города Хертогенбос, где в свое время был знаменит и что он принадлежал к ультра-ортодоксальной религиозной общине под названием Братство Богоматери. Современник Леонардо да Винчи, Микеланджело и Рафаэля, он вошел в историю как темная лошадка в мире Северного Возрождения. Кто-то даже полагает, что Босх – пришелец из других миров, а кто-то приписывает ему связь с тайными обществами. Также нет ни одного достоверного портрета великого мастера, а датировка его смерти ставит под сомнение всю историю и хронологию человечества. Официальная версия гласит, что Иероним умер в родном Хертогенбосе в возрасте около 65 лет и был торжественно похоронен в церкви святого Иоанна. Согласно документам, гробницу не вскрывали, однако куда делись его останки, так и никто не знает. Рассмотрим очень странную родословную Ван Акинов. Для начала проследим родословную из Иеронима, в которой были практически одни художники. Джон Томас Ян Ван Акин, 1380-й, дед Иеронима Босха. Нидерландский художник, реставратор и дизайнер. Известен как второй и лучший художник в династии Ван Акинов. Основал семейную мастерскую в родном Хертогенбосе. Вот в этой-то мастерской позже будет творить его знаменитый внук Иероним Босха. В 1430-31 годах Ван Акин и его жена стали членами Братства Богоматери. Со своей первой женой Катариной Ян Ван Аки Ахен имели следующих детей. Томас Джей – художник, Джон Джей – художник, Юбер Анс – художник, Гальегос – художник, Смайл Рездоштер Ян – вступил в монастырь, Антоний Янс Ван Акин – художник-отец легендарного Иеронима Босха. На семейном древе также фигурирует брат Яна Ван Акина – Томас Ван Акин. Мы видим, что рядом с его именем стоит типографический крестик, который ставится перед именем епископа в католической и православных традициях. Антонис Ван Акин 1420-1478 – нидерландский художник и реставратор, он был отцом Иеронима Босха. В 1461-м Антонису Ван Акина было поручено восстановить поврежденный огнем алтарь Братства в соборе святого Иоанна в Фертагенбосе. Гоэс Свинус Антонис Ван Акин – нидерландский художник, старший брат знаменитого художника Иеронима Босха. Продолжил род Ван Акинов в отличие от Иеронима Босха, у которого не было детей, согласно общепринятой версии. Его дети были голландскими скульпторами и художниками. Его дядя был известным художником Иеронимом Босхом. Оба племянника были членами Братства Богоматери. Итак, почти все были художниками и все состояли в Братстве Богоматери. Пока придержим мысль о том, что родословная художника напоминает скорее историю создания корпорации. И такие родословные прослеживаются не только в родословных Босхов. Рассмотрим почерк и подпись Босха. Увеличим фрагмент. Отсюда мы видим, что почерк творца вверху и внизу разные. Отличаются не только стилем письма, но и цветом чернил. Вероятно, надписи были сделаны в разное время и разными людьми. Вот эта официальная подпись Босха также разительно отличается от его почерка. Графичность линий больше напоминает штамп или логотип. Согласно официальной версии, Босх не считал нужным подписывать все свои работы. Отсюда картинами кто что нарисовал можно манипулировать. Но интересно другое. Деталь, которую никто не заметил, а именно, что имя великого мастера написано с маленькой буквы. И также Ранимус Босх – это официальная подпись, в кавычках, в которой имя собственное написано с маленькой буквы на всех картинах, которые автор якобы подписал. Естественно, в учебниках и энциклопедиях эту мелочь упускает случайно или намеренно. В ходе изучения якобы подлинных набросков Иеронима Босха мы замечаем еще одну странность. Приглядимся к этому рисунку. Эскиз приписывают Иерониму Босху, однако в нижнем левом углу четко видно надпись «Брегель». Также персонаж «Человек-дерево» фигурирует на самом знаменитом триптихе Босха – «Сад земных наслаждений» на третьей створке. По сей день идут споры, принадлежит ли тот или иной эскиз Босху или Брегелю. Итак, рассмотрим Питера Брегеля-старшего. Согласно официальной версии, Питер Брегель-старший, годы жизни 1525-1569 Брюссель, известный также под прозвищем Мужицкий, нидерландский живописец и график, самый известный и значительный износивших эту фамилию художников, мастер пейзажей и жанровых сцен. Отец художников Питера Брегеля-младшего Адского и Яна Брегеля-старшего Райского. Питер Брегель-старший считается одним из подражателей Босха. Семейное древо Брегеля, равно как и Уван Акинов, состоит из художников. Дублирование имен в обоих родословных и схожесть техники наталкивает на мысль, что производство картин того времени могло иметь промышленный характер. Картина «Триумф в смерти» 1562 Хэри Мэтт де Блесс, фламандский художник. Наряду с Иохимом Патиниром, один из основоположников европейской пейзажной живописи. Из Википедии. О жизни художника сохранилось крайне мало достоверных сведений. В частности, неизвестно даже его собственное имя. Прозвище Мэтт де Блесс он, вероятно, получил по белому локону в волосах. Он также носил итальянское прозвище Чиветто – сова, так как его монограммой, которую он использовал как подпись своим картинам, была маленькая фигурка совы. Большую часть карьеры Хэри Мэтт де Блесс провел в Антверпене. Хэри Мэтт де Блесса также причисляет группе южно-нидерландских художников, последователей Иронима Босха. Неизвестен ни год его смерти, ни сам факт, бывал ли он когда-либо в Италии. Хэри Мэтт де Блесс считается подражателем Босха, схожесть техники очевидна. Картина Хэри Мэтт де Блесса – ад. Итак, мы видим схожую технику и стиль в работах всех трех мастеров. Сюрреалистические сюжеты, животные, перетекающие в предметы и наоборот. Метафоры и абсолютно нелогичные взаимосвязи. Назвать существ, которыми они называют фантастическими, неправильно, это скорее всего монстры. Его работы невозможно классифицировать или рационализировать. Даже слово сюрреализм скудно описывает работы Босха, Хэри Мэтт де Блесса и Брегеля. Вот картины Босха. А вот это картины Брегеля. А вот де Блесса. О путанице в датировках писали еще Носовский и Фоменко в гипотезе о происхождении арабских цифр, а именно о том, когда букву И, обозначающую хронологию от Иисуса Христа, принимают за цифру 1, и выглядит это так. В нижнем правом углу этого документа написано имя Иеронимус Босх. Ну и официальная история трактует эти символы именно как 1516. И тем же годом официально датируется смерть Иеронима Босха. Хронология человечества держится на подобных датировках. Важно отметить, что за 500 лет холсты и бумага теряют форму и распадаются. Мы снова возвращаемся к тому, что история искусственно удлинена, а датировки вызывают больше вопросов, чем ответов. Когда автор указывает даты, важно понимать, что они условны, используются для ориентира, а не отражают реальность. Следуя логике официальных историков, вышеупомянутая картина Питера Брегеля-старшего, написано в 2012 году. Если принимать цифры или похожие на них символы за год создания, то картине более тысячи лет. Вот вам пример несостоятельности подобного метода датировки. Но что можно сказать с уверенностью, так это то, что люди ничего не знают о собственном происхождении. И биография Босха – один из примеров всеобщего соглашательства. Эта мистификация достигла глобальных масштабов, от которой страдают все непосвященные, начиная от обычных людей, ничего не знающие о своей истории и заканчивая коллекционерами, скупающими якобы уникальные шедевры. Итак, можно сделать вывод, что Иероним Босх – это просто торговая марка, бренд, лейбл. Историки склонны приписывать историческим личностям человеческие качества. Однако подвиги исторических фигур скорее присущие сверхчеловеку, прогрессору либо корпорации. Поэтому Босх – он якобы никуда не выезжал и не интересовался другими странами. Производство находилось в Хертагенбосше, там же был главный офис компании. Речь идет о бренде, о торговой марке с именем Иероним Босх. Ни одна из картин Босха не датирована. Художник якобы подписал многие из них, однако не все, что дает большое поле деятельности для приписок и подлогов. Вот вам еще один пример здравомыслия. Что вы видите, когда смотрите на сикстинскую капеллу? Неужели вы верите в то, что это создано одним человеком? Над созданием культовых сооружений работали не просто бренды, а целое производство и в течение нескольких столетий. А изящность декоративных элементов находится на высочайшем уровне. Вот такая теория брендов объясняет сверхчеловеческие способности Леонардо да Винчи, который был якобы универсальным человеком, спал по 15 минут каждые 4 часа и у которого также нет достоверного портрета. Ему приписывают не только предметы искусства, но и технические устройства, которые до сих пор не могут воспроизвести. Казалось бы, теория эволюции в своем названии предполагает, что человечество развивается и превосходит предыдущее поколение. На деле все с точностью до наоборот. Поэтому не стоит расстраиваться и комплексовать, изучая биографию Леонардо да Винчи, поскольку вы пытаетесь изучить историю бренда. Как сейчас предполагают альтернативные исследователи, Леонардо да Винчи – это собирательный образ исследователей того времени, которые легализовали допотопные достижения прошлой цивилизации. Необходимо было убрать с глаз долой те технологии, которые сегодня запрещены, и присвоить определенным людям, ученым, те технологии, которые легли в основу нашей сегодняшней цивилизации. То же самое слово «Аристотель», буквально читаем «Ариев 100 тел». По сути, та же корпорация средних веков по легализации идеи и технологий предыдущей цивилизации. И таких легализаторов корпораций можно проследить массу вплоть до нашего времени. Например, Никола Тесла, который изобрел все и во всех сферах, и это при всем том, что он не указывал никаких точных данных. Тоже, наверное, спал по 15 минут в день, чтобы историки могли оправдаться, как это он все так успевал. Исторические средние века – это то время, когда создали латинский язык и из него уже вывели европейские языки и даже тюркский. Поэтому в именах и названиях видны корни русского языка. Возьмем, например, настоящее имя Босха – Ерун Антонисон Ван Акен. Это, скорее всего, какой-нибудь Еремей Антонович Акимов, где Антонисон – это буквально сын Антония, сон или зон на санскрите. А санскрит, в свою очередь, это древний русский язык, слегка переначенный индусами. А Ван Акен Ван – это первый, то есть первое имя, у нас называется фамилия. Харимет Блас пририсовывал в картинах сову, а сова, как нам сейчас известно, была символом так называемой Тартарии в определенный исторический период. Ну а имя Гоя Свинус – Антонис Ван Акен. Гоя Свинус – это буквально Гой-свинья. Кто такие Гои? Читайте священные писания. И тут мы видим просто стёп или троллинг. Любили корпоративщики постебаться и в средние века. Ну и здесь же кроется ответ, что пытались эти корпоративные художники донести через картины. Разрушение картины мира, мировоззрения, личности, духовности, деградация и геномодификация, потеря нравственных ориентиров, здравого смысла. Все это мы видим в сюжетах этих картин. Это времена мифа, о Вавилонской башне, создание множества языков, разделение народов, подмена реальности. То есть становление нового мирового порядка или, как мы сегодня называем, библейского проекта. Ну и насчёт средних веков, в которые рисовались эти картины, тоже не складушки. И картины не смогли бы дожить до наших дней. И про потоп 19 века истории неизвестно. И что новые языки были созданы лишь к 18 веку. Так что, скорее всего, эти корпорации действовали и творили в 18-19 веках. Но работы не останавливаются и по сей день. В свет выходят сканы старинных книг, всевозможных карт, обнаруживаются дополнительные и уточняющие факты. Археологи регулярно раскапывают новые свидетельства, подтверждающие официальную историю.